И снова в эфире место происшествия. Короткий обзор наиболее громких эпизодов криминальной хроники за минувшую неделю. Чем она запомнилась, расскажем в ближайшие несколько минут. В Иркутской области будут судить подозреваемого в двойном убийстве и незаконном удержании ребенка. Трагедия произошла в июле прошлого года в Тайшете. Местный житель из-за неприязненных отношений убил 48-летнего мужчину и пожилую женщину. Тела погибших он скинул в подполье и в течение всего дня удерживал в доме ребенка. Девочке удалось незаметно написать сообщение своей однокласснице с призывом о помощи. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Им удалось освободить несовершеннолетнюю. Подозреваемый был задержан. Следователи установили, что ранее он уже отбывал наказание за убийство. По уголовному делу было проведено 15 судебных экспертиз. В качестве свидетелей допрошены более 30 человек. Подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Еще одно преступление против детей, как полагают следователи, было совершено в Иркутском центре помощи детям. Его директор в ближайшее время предстанет перед судом. Напомним, в прошлом году стало известно о том, что 12-летний учащийся неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей младшего возраста. И как установило следствие, директору об этом было известно. Несмотря на это, она не сообщила вышестоящему руководству Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области о произошедшем, а также не сообщила в правоохранительные органы. Тем самым, своими умышленными преступными действиями обвиняемая создала опасность для здоровья малолетних детей, допустив длительное нахождение данного воспитанника в Центре помощи детям. А следующая новость для любителей поностальгировать по 90-м. Жители областного центра подозревают в вымогательстве. На протяжении нескольких лет Иркутянин, по версии следствия, получал ежемесячную дань в размере 30 тысяч рублей от местного бизнесмена. Деньги подозреваемый брал в качестве вознаграждения за покровительство и решение щекотливых вопросов. Сперва 20 было, потом третью точку открыл 30. А сколько раз получали такие деньги? Год где-то есть. В общей сложности подозреваемый получил от клиента более миллиона рублей. По данным полиции, задержанный уже был судим. И что характерно, за содействие террористической деятельности и незаконный оборот оружия. В этой связи крайне любопытно, на что были потрачены преступно добытые денежные средства. Помимо того, во время обыска в автомобиле подозреваемого было обнаружено два пакета с белым порошком. Изъятое вещество направили на экспертизу. Поговорим о магии. Мистический обряд по снятию порчи провела молодая жительница Тулунского района. Разумеется, не бесплатно. За свои услуги колдунья получила с 59-летней женщины 80 тысяч рублей. Причем без ведома последней. Потерпевшая пригласила лжецелительницу к себе в дом, а после ее ухода заметила, что пропала крупная сумма. Подозреваемая задержанная уже дала признательные показания. Погадала, взяла денежные средства. Сколько? В сумме 80 тысяч рублей. Ну, признаете себе? Ну, конечно, признаю полностью, раскаиваю и все. Как и следовало ожидать, задержанная ранее уже была судима за подобное правонарушение. Примечательно, что обряд, сопряженный с кражей крупной суммы денег, проходил в присутствии шестилетней дочери подозреваемой. Не исключено, что она взяла с собой ребенка для того, чтобы усыпить бдительность потерпевшей. Очередной трагический случай на дороге. На этот раз в Баендаевском районе. Утром 11 февраля 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил столкновение с движущимся впереди большегрузом. Перед автомобилем снесло практически полностью. Автомобилист погиб до приезда скорой помощи. Два пассажира легковушки в возрасте 48 и 49 лет были госпитализированы. Инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося. Еще два ДТП с непоправимыми последствиями произошли в минувшую неделю в Иркутске и Братске. Два человека погибли. Четверо получили травмы. И на этом у меня все. Увидимся на следующей неделе. И будьте осторожны.